Всем привет! В этом видео я решил продемонстрировать вариант ручной установки Arch Linux с вынесом папки Home на отдельные разделы ручной настройки System Boot. Если вам необходим граб и немного больше подробностей по установке смотрите мое первое видео перейдя по ссылке выше. Также я попробую запустить Wayland на драйвере Nvidia. Если вас интересует установка через Arch Install смотрите мое видео по ссылке выше. Для начала разобьем диск на разделы. Разделы FI, для загрузчика, swap, для подкачки, Linux File System, можно обозначить как root, для корня, и Linux Home, для домашней папки. Размер раздела FI зависит от того сколько ядер вы собрались использовать, обычно под одно ядро выделяют от 300 до 512 мегабайт, если пользуетесь ванильным ядром то 300 мегабайт хватит за глаза, если ядро с патчами, или хотите поставить два ядра то тогда 512 минимум, хотя если использовать System Boot то и 300 мегабайт хватит для любого ядра. Я не жадный, ставлю 512, под корень обычно выделяют от 20 гигабайт, арчвики советуют 15-20, я советую 20 минимум, тем более если будете устанавливать не очень легковесные ноум или кд, и вдобавок поставить софт плюс вайн для Windows программ или игр, если учесть журналы, кэш и все остальное. То до 18 гигабайт точно может разрастись, если конечно не используете BTR FS с сжатием, Home, весь остальной диск, ну или сколько вам надо. И еще, по поводу SWAP, есть мнение что оно вообще не надо если у вас 16 гигабайт оперативы, я же исходя из своих наблюдений могу сказать что если у вас 16 гигабайт оперативы то совсем не нужен файл подкачки, раздел же подкачки еще как нужен. Во-первых если вы занимаетесь монтажом видео 14-15 гигабайт выедает спокойно, во-вторых 3D моделирование, тоже если модель достаточно сложная может скушать более 10 гигабайт, и в-третьих кривой софт или установка Windows программ даже при свободной памяти может загружать SWAP, ну так оно сделано что сказать. В общем минимум гигабайт на раздел SWAP лучше выделить. Теперь отформатируем разделы, разделы FIFAT32, раздел подкачки в SWAP, раздел корня я выберу XT4, а Home я форматирую в XFS, так как он хорошо справляется с большими файлами. После чего смонтируем наши разделы, сначала монтируем корень, затем создадим папку boot и home, и смонтируем соответственные разделы в эти папки. После чего установим необходимый минимум, ядро, пакет base, sudo, nano, после этого делаем запись о разделах, и переходами через Archroot в установленную систему, далее настройка стандартная для Arch Linux, я ее выведу просто на экран, после выполнения этих пунктов перейдем к System Boot. Если вы впервые устанавливаете Arch Linux, то смотрите мое видео с пояснениями по ссылке выше. Теперь установим System Boot. Эта команда скопирует двоичный файл System Boot на системный раздел. Эфи добавит System Boot как эфи-приложение по умолчанию, загрузочная запись по умолчанию, загружаемая с помощью эфи-бут-менеджер. После чего пишем команду Blkid с корневым разделом, здесь нам нужен будет порту id, запишите полностью число которое следует за порту id, с буквами, черточками и цифрами, это, грубо говоря, id корневого раздела. Теперь добавим файл Bootloader Entries Arch.conf, это непосредственно запись нашего загрузчика, откроем его в NaNo с ключом, W.Write.com. И запишем туда следующее. Где, Title, это заголовок, название загрузки, Linux, наше ядро, и Nitrd, это образ init4ms, файловая система для оперативной памяти, просто нужно для загрузки, без нее ни один загрузчик не работает, Options Root, здесь вписываем порту id корневого раздела и указываем rw, записи чтения, после rw точно так же как и в grub можно указывать любые другие параметры загрузки. Далее откроем файл Loader.conf и пропишем туда следующее. Где дефолт, запись по умолчанию, имя того файла который создали перед этим, тайм-аут, задержка меню в секундах, консол-мод, разрешение экрана в консоли, ставим максимум, чтобы не наблюдать огромные буквы при загрузке. Эдитер, включение редактора параметров ядра, поскольку пользователь может добавить и Netbin Bash для обхода пароля администратора и получить полный доступ, настоятельно рекомендуется установить эту опцию в ноу, предотвращаем взлом загрузчика. Обязательно проверьте все ли корректно ввели, в принципе после этого можно обновить загрузчик командой goodctil update, выйти размонтировать корень, перезагрузиться и вы получите чистый Arch Linux. Я же буду устанавливать новыми драйвера, советую тоже установить свое D, и попробую запустить Nvidia под Wayland. Для запуска Wayland нам необходимо добавить параметр ядра Nvidia DRM Mode Set 1, для простоты добавим его файл загрузчика. Пересоберем ядро команды Mkinetcpo, нужно для того чтобы микрокод процессора и драйвера корректно заработали. Обновим загрузчик, я забыл запустить сервис Network Manager и менеджер входа GDM, сделайте это перед перезагрузкой чтобы лишний раз не перезагружаться. Теперь выходим, размонтируем корень, и перезагрузимся. И что мы видим дальше, а то что сессия запущена под Zorg, в общем для запуска Wayland нужно сделать еще пару манипуляций, первое открыть терминал и скопировать то что рекомендует Nvidia, ссылка в комментарии. Второе скопировать эту команду с ArchWiki, ссылка там же. После перезагрузки в выборе сеанса появится два варианта, просто Noum, который будет под Wayland, и Noum X11. И все теперь можете тестировать новые технологии. Мое мнение что Wayland все еще не адаптировано под Nvidia, хоть и работает, лично я спустя два дня наблюдений как дергается Firefox, и не работают некоторые программы, например OBS Studio, установил полный пакет Zorg и вернулся на X11. На этом все, спасибо за просмотр, подписывайтесь, до скорого.